Здравствуйте, коллеги! Тема видеоурока «Как открыть кафе» и проведу его я, Мчелидзе Наталья, директор по маркетингу компании NordCommerce. Мы занимаемся уже более 25 лет поставкой технологического оборудования на рынок питания. В регионе большое количество наших клиентов и сегодня я поставила своей целью поделиться с вами опытом, как правильно открыть эффективно работающее кафе. Вы мне можете возразить, а что здесь эффективного и в чем здесь сложности. Взял в аренду помещение или купил его, купил оборудование, мебель, нанял поваров и в путь иди зарабатывай. Увы, такие приемы не всегда, далеко не всегда приводят к успешности, не позволяют достигать поставленных целей, то есть заработка денег, на которые вы рассчитываете. Поэтому целью нашего занятия как раз таки эффективно работающее кафе. Давайте посмотрим на слайд, от чего зависит эффективность работы. Мы должны будем с вами выполнить последовательно этапы, которые представлены сейчас перед вами. Прежде всего мы должны определиться, где мы откроем кафе, то есть место открытия кафе. В сельской местности их, как правило, три. Первое место занимает кафе, которое располагается на федеральных трассах. Там большой поток автомобилей и есть возможность привлечь клиентов и, как правило, быстрее купиться на вложенные деньги. Кроме того, можно разместить кафе в центре деревни маленького городка, особенно если рядом располагается большое количество деревень. Но здесь покупатели и клиенты совсем иные. Они хотят прежде всего развлечься, и денег у них немного. И, наконец-то, есть третья категория клиентов от мини-отелей, которых услуги проживания предоставляются, а услуги питания, к сожалению, нет. В нашем уроке мы рассмотрим один вариант кафе. Это открытие кафе на трассе. Давайте посмотрим, из чего оно будет складываться и что мы должны сделать предварительно. Я рекомендую вам посетить аналогичные заведения, которые уже функционируют. На что нужно обратить внимание? Ну, прежде всего, на внешнее оформление кафе, посмотреть, какое количество мест для автомобилей предусмотрено, посмотреть, какие условия созданы для гостей. Зайдите в кафе, не стесняйтесь. Попробуйте еду, которую там готовят. Пообщайтесь с клиентами, дорого или дешево, что не нравится. Это позволит вам выстроить свое конкурентное преимущество, выбрать те позиции, которые у вас будут удаваться лучшим образом. Итак, выполнив эту работу, мы с вами переходим к следующему этапу. Наша задача посмотреть, каким будет теперь наше кафе. Для того, чтобы определить свое преимущество, обратите внимание на слайд. В нем представлена фасадная сторона, она должна привлекать, цвет фасада привлекает. В данном случае вы обратили внимание на фотографию, которую я вам показываю. Она своим фасадом создает восприятие уютного домашнего дома. Территория, которая к ней прилегает, хорошо оформлена цветами, клумбами. Рядом располагается летняя площадка для отдыха и питания. Рядом же располагается стоянка для автомобилей. Название кафе – это а, запоминающий фактор, и б, привлекающий фактор. То есть и то, и другое работает на вас. Название, как у мамы, как раз-таки вам говорит о том, что здесь можете попробовать еду, которая будет напоминать домашнюю. И это уже интересно. Когда гости попадают внутрь, они уже оценивают, действительно ли это соответствует заявленному или, увы, здесь питаться не стоит. Обычно такие успешные кафе определяются большим количеством автомобилей, которые останавливаются у них на отдых. Это тоже для вас хороший сигнал того, что нужно будет учесть именно в кафе, который является успешным. Давайте посмотрим теперь, что же будем мы делать, когда начнем создавать свое заведение. Прежде всего, фасад, который сегодня очень актуален. Вы можете его обсудить с дизайнерами, но, как правило, мы стараемся сэкономить на этом этапе работы. И я вас адресую к фотографиям, которых достаточно много в интернете. Вы можете посмотреть цвета, вы можете обратить внимание на размеры, вы можете посмотреть на вывески, вы можете посмотреть на оформление, и все это вам даст идеи, которые вы будете воплощать непосредственно в своем кафе. Немало важным фактором будет являться внутренняя сторона кафе. Внутренняя сторона кафе будет всегда определяться вашими гостями. И в основе, как вы его будете обустраивать и чем вы будете кормить, будет зависеть от того, кто будет являться вашим гостем. Мы знаем, что это автомобилисты. Итак, чтобы открыть эффективно работающее кафе, наша задача с вами сконцентрироваться на трендах поведения наших гостей. Первый тренд – они хотят поесть недорого. Второй тренд – они хотят поесть вкусно. И третий тренд – они хотят поесть быстро. Чтобы еда была недорогой, ваша задача отработать а – себестоимость блюд, б – затраты, которые несет кафе. Почему это важно? Дело в том, что и себестоимость блюда, и затраты, как правило, закладываются в цену. И чтобы сделать ее конкурентоспособной, две эти составляющие должны с вашей стороны жестко контролироваться. Второй тренд – ваши гости хотят поесть вкусно. И здесь большая проблема. Поваров, которых готовят вкусно, очень-очень мало. К сожалению, факт непреложный. Поэтому перед вами стоит задача создать меню, которое будет оптимальным. Что значит оптимальное меню? Это меню, в котором небольшое количество предложения. То есть оно размещается на одной странице и включает, как правило, в себя несколько блюд. А салаты, допустим, три наименования. Первых блюд – два наименования. Вторые блюда – три наименования. Из мяса, из птицы, из рыбы и напитки, которые будут сопровождать еду. Вот основные компоненты, которые определяют ваше меню. Исходя из этого документа, закупается оборудование и создается кухня. Оборудование рекомендую сразу. Не закупайте, пожалуйста, бытовое оборудование для кухни. Дело в том, что оно, к сожалению, не готово для того, чтобы его так многократно использовали. Поэтому обратитесь, пожалуйста, в компанию, которая под ваше меню подберут именно нужное для вас оборудование. Тогда у вас не будет лишних трат на ремонты, на покупку нового оборудования, потому что профессиональное оборудование рассчитано на долговременное использование. И так вам нужно покормить быстро. Многие торопятся, потому что встречи, нужно закончить поездку, либо еще дальше куда-то ехать. Поэтому ваша задача посмотреть, а сколько быстро вы сумеете обслужить. Для этого применяются раздаточные линии. Вы их можете устанавливать. Они имеют секции, в которых размещается подогрев, холодные напитки, салаты и так далее. Они позволят отбирать самостоятельно, а это, как правило, приводит к росту среднего чека. Хорошо предусмотреть в торговом зале кафе наличие шкафа, где вы разместите еду в дорогу. Это могут быть бутерброды, это могут быть салаты, это могут быть напитки. Таким образом, вы повысите размер среднего чека. Итак, мы с вами отработали поведение наших покупателей, и теперь мы начинаем отрабатывать внутренние составляющие вашего кафе. Это то, что позволит вам согласовать ваше открытие в контролирующих органах. На что мы здесь обращаем внимание? Прежде всего, это на цвет стен, которых вы окрасите ваше кафе. Во-вторых, вы посмотрите, какую мебель нужно закупить, с помощью каких аксессуаров и элементов вы создаете уют, каким будет цвет. Он может быть потолочный, может быть точечный. От созданного уюта зависит, как долго задержатся у вас гости и как много, больше денег оставят в вашей кассе. Потом вы можете посмотреть, как сегодня будет представлена ваша кухня, какую зону выделить под кухню, исходя из того, какое количество гостей вы планируете кормить. Итак, у нас выделилось две зоны. Одна зона – это торговый зал, зона приема гостей и зона кухни, на которой готовят еду. Есть еще вспомогательные зоны. Для торгового зала – это туалетные комнаты, а для кухни – это вспомогательные площади, на которых размещается моечная и размещается непосредственно хранение сырья. Вам покажется, что это все просто. Я все это расставил, я это все понял и запускаюсь. Не тут-то было. Когда вы придете к потребнадзору и принесете ему схему размещения, у вас могут возникнуть много замечаний со стороны контролирующего органа. Поэтому я вам порекомендую обратиться за схемой расположения всего и вся во внутреннем помещении вашего кафе непосредственно компаниям, которые занимаются продажей технологического оборудования. Они вам разработают правильную схему, они знают все требования СНИПа, они знают все требования потребнадзора и сделают тот проект, который вам сегодня согласует любая контролирующая организация. Итак, мы с вами создали и внутреннюю обстановку кафе. Теперь наша задача – понравиться вашим покупателям, вашим гостям. Гостям нравится всегда приветливость, поэтому хорошо, когда ваш кассир улыбается, напоминает о каких-то покупках. Вы можете для начала применить различные стимулирующие подарки. Например, вы можете маленькие пирожки предлагать в качестве подарка, какие-то напитки благодарить, можете готовить что-то для детей, можете применить скидку, когда пришла целая семья, скидка на объем. То есть различные вот такие маленькие фишечки позволят вам привлечь внимание и вернуть вновь клиентов, когда они поедут вновь. Дело в том, что вот эти маленькие небольшие фишки приводят к тому, что начинает включаться сарафанное радио, а вас начинает рассказывать, вас называют, вас рекомендуют, и таким образом вы начнете зарабатывать деньги. Итак, мы готовы. У нас подготовлено помещение, прилегающая территория, вывески, все замечательно, настроение бодрое, мы готовы к гостям, улыбка на лицах. Однако нам почему-то угрожают штрафы. В чем дело? Что мы не сделали? Оказывается, мы не получили с вами разрешительных документов. Мы с вами не обратились к пожарным, мы с вами не обратились к потребнадзору, мы с вами не обратились сегодня к тревожной кнопке, которую предоставляет полиция, мы с вами не получили лицензию, если мы планируем получать, продавать алкоголь. Вот посмотрите и не забудьте, пожалуйста, что эти организации вы должны обязательно посетить и получить разрешительные документы. И, наконец-то, завершающий этап. А вот завершающий этап, он самый интересный. Когда же вернутся вложения? А вложения могут вернуться только после расчета точки безубыточности. Что это такое? Вы фиксировали все затраты, как я вам и рекомендовала вначале. Вы их записывали, собирали в одну стопочку и получили сумму денег, которые потратили на подготовку к открытию кафе. Теперь вы рассчитаете точку безубыточности, суть которой заключается в том, что вы должны будете получить те цифры, когда отобьются ваши вложения, чтобы получилась при этом нулевая прибыль, но затраты все компенсированы. И вот тогда только вы начинаете зарабатывать прибыль и получать доходы. И я вам желаю, чтобы они были большими.